всем привет сегодня я достал с полки пластинку которую слушаю много десятков лет и она мне не надоедает решительно многие пластинки надоедают я их откладываю точнее не достаю с полок годами память о них немножко стирается потом проходит там два-три года я снова их достаю снова слушаю и получаю огромное удовольствие но нужны перерывщики все таки а вот эта вещь для меня всегда актуальна она всегда мне приносит радость в каком настроении я не был такой вот удивительный альбом удивительно начиная с обложки вот какая красивая реализованная задумка группа джет ротал стендап называется надо встать оба и встали все прекрасно 1969 год второй альбом джет ротал первая пластинка десвоз мне признаться не очень нравится некоторые песни нравится некоторые кажутся скучными надуманными и достаточно банальными даже не убивайте меня любителей джет ротал это одна из самых любимых моих групп я слышал все пластинки все их люблю просто десвоз люблю немножко меньше чем все остальные скажем так чтобы никого не обидеть а вот второй альбом вот этот это уже тот самый джет ротал который мы любим если первый он был все-таки какой-то раздерганный он был и тебе блюз и тебе рок и тебе опять-таки блюз при этом явно тянула андерсона в другие какие-то стороны тянуло с одной стороны фолк народную музыку а майк абрахамс гитарист тянул его в гитарный тяжелый блюз и получилось что-то такое среднее нет в нем цельности в этом альбоме десвоз хотя голос андерсона все хорошо все как бы джет ротал но почти еще не джет ротал а вот это уже классика это первый альбом по многочисленным статьям которые я читала джет ротал в которых упоминается андерсон говорящий о том что стендап это его любимый альбом из всей дискографии джет ротал возможно и так но я думаю что когда артист сочиняет новую пластинку новый материал пишет новые песни они кажутся ему самыми лучшими самыми любимыми иначе нет смысла записывать новый альбом каждый новый альбом всегда любимый но ностальгия андерсону тоже видимо свойственно возможно да хотя он всегда старается быть современным и у него получается это надо сказать несмотря на то что он играет все тот же джет роталовский свой материал все время новый но звук настолько узнаваем чтобы не играл андерсон джет ротал точнее джет ротал с андерсоном точнее джет ротал чтобы они не играли арт-рок как танцы казабрика passion play фолк этническую музыку так называемую хард-рок периода 80-х годов электронные даже пластинки пара сольных альбомов у андерсона есть и пара пластинок собственно джет ротал с электроникой тоже восьмидесятые годы все равно узнаются джет ротал как ни крути как не оформляй какие тембры новые не привноси все равно это будет джет ротал любимый неповторимый единственный ни на кого не похожий невероятно музыкальный все время очень интересно и неожиданный вот так вот я скажу ну что же вторая пластинка на 1 в качестве гитариста выступал майк абрахамс отличный гитарист его сольный альбом и слушать одно удовольствие но он тянул в тяжелый блюз все-таки команду а андерсона разрывала на части ощущение такое что все время андерсону хочется одно а получается что-то другое и в альбоме десвоз нету цельности какой-то цельность появилась вот здесь когда ушел майк абрахамс который считал себя лидером джет ротал электрический гитарист всегда выглядит лидером как ни крути всегда он играет соло всегда он выходит на аванс сцену закидывает голову делает удивительное лицо и девушки бегут конечно к электрическому гитаристу может быть это сыграло свою роль тем более что аврахамс любил очень девушек и уделял им очень много внимания в ущерб репетициям своим а может быть и скорее всего конечно разница во вкусах разница в цели разница стремление делать музыку свое у андерсона и свое у абрахамса у абрахамса диапазон был конечно значительно уже потому что он уперся в электрический блюз белый так его и играл всю свою жизнь андерсон переиграл все что можно андерсона кстати спросили однажды вы слушаете рок-музыку это было уже в двухтысячных годах он сказал нет я не слушаю рок-музыку потому что мне не интересно слушать то что я сам могу сыграть вот такой человек все может так вот пришел мартин барр качестве гитариста на этот альбом 69 года и состав сложился следующий глен корник бас-гитара клави в банкер ударные мартин ланселот барр электрическая гитара и много чего еще включая флейту ян андерсон понятно флейта акустическая гитара хаммонд орган фортепьяно мандолина балалайка духовой орган и вокал таком количестве инструментов играет ян андерсон сейчас их уже гораздо больше а в середине 90-х он сказал что он не знает нот и никогда их не знал играет все на слух при этом играет и баха и и и другую классическую музыку и все что угодно мне слабо в это верится но так было сказано что ноты не читает ян андерсон и вообще он не считает себя музыкантом он считает себя просто автором песен который сочиняет и исполняет скромности андерсона не упрекнешь никогда он достаточно яркий человек и конкретный жесткий ядовитый и извительный многие женщины не любят музыку джет ротал именно из-за язвительности андерсона что в текстах что в его голосе что в сценическом поведении но тем не менее он сам признался в том что вот не знает ну не знает да и бог с ним звук альбома потрясающий и не похожий ни на что силу недостатков сведения которые обернулись достоинствами в рецензии он двигает я прочитал что во львове все прекрасно все замечательно песни отличные все очень хорошо но вот микс очень плохой потому что электрические акустические инструменты все звучат отдельно совершенно акустические инструменты не встают в общую палитру электрического звучания альбома хотя альбом достаточно тяжелый по музыке несмотря на обилие таких фолковых как будто бы песен все равно очень много электричества очень громкие барабаны очень тяжелая гитара мартина барра все ревет в принципе а акустика звучит отдельно как бы и это очень плохо не старайтесь этого повторить потому что будет брак и слух слушаться это будет очень все непрофессионально но вот здесь получилось какое-то чудесное исключение потому что вот эти недостатки обернулись достоинствами и пластинка звучит как я уже говорил совершенно современно сейчас свободно просторно воздух несмотря на тяжелые гитарные партии она очень воздушная очень чистая звенящая кристальная и вот эти вот недостатки сведения они может быть специально это сделал потому что продюсировал и ян андерсон в том числе этот альбом может быть так было сделано специально но сделано просто гениально звук потрясающий вообще качество записи здесь удивительно и даже не ремонтированный альбом у меня он не ремонтированный оригинальный очень хорош ну я заговорился не you do yesterday первая песня тяжелый гитарный блюз как пишут разные рецензенты странно что майк абрахамс ушел мог бы и остаться потому что new day yesterday чистый тяжелый гитарный блюз такой же как на первом альбоме играли с абрахамсом но блюста блюз но непростой все-таки мелодия очень сложные гармонические построения андерсона они уходят все-таки из традиционной блюзовой формы но основа все равно до ритмика и подачи остаются блюзовые джеффри госту ли тестер square здесь уже появляется фолк появляется игривость акустические инструменты буре буре точнее знаменитое полотно буре за такой французский танец автор музыки йоганн себастьян бах интерпретация конечно же яна андерсона класснейшая соло на флейте и еще более класснейшая соло на бас гитаре ну к сожалению басист долго не продержался здесь хотя сыграл блестяще совершенно back to the family песня написанная андерсоном на кухне под акустическую гитару как и не некоторые другие песни из этого альбома фолковая веселая такая же как look into the sun который не такая веселая а более какая-то психоделически хиповская но очень красивая нас он из изи который открывает вторую сторону еще один тяжелый гитарный около блюз настоящий хард-рок вообще этот альбом лучше слушать в паре вот с этой пластинка это концерт семидесятого года где играется достаточно много песен с альбома стендап включая песни еще которые войдут в альбом акваланг и песни с альбома benefit но это можно сравнить с концертами black sabbath и zeppelin по тяжести по громкости по гитарному реву по подачи громкости я повторюсь еще раз настоящий хард-рок просто тяжелый гитарный рок джет ротал и чтобы понять диапазон этой группы как вот лучше в паре послушать сначала стендап а потом послушать вот этот концерт это 70-ый год концерт на фестивале айл оф вайт пластинка на виниле вышла в 2004 компакт диск вышел немножко раньше странно почему не издавали этот альбом те годы когда он был записан и потом и в семидесятые восьмидесятые потому что качество записи очень хорошее на самом деле ну так идем дальше фэтмен песня говорят посвящена мику абрахам су который был очень плотный здоровый дядька и андерсон здесь поэт я не хочу становиться толстым человеком я хочу остаться таким вот худощавым вертлявым какой я есть такая язвительная достаточная песня ну и вы из ту ноу знаменитое полотно которое превратилось у группы иглс в отель калифорния ян андерсон не стал подавать в суд не стал разбираться а просто сказал улыбаясь что ну пускай это будет считаться посвящением нам от группы иглс группа иглс играла некоторое время на разогреве у джет ротал в американском туре услышала песню в ее стена и через несколько лет во сне пришла мелодия вот этой песни и было написано знаменитая отель калифорния похоже хотя вы стена играет же тратал вот на этом концерте вообще не похожа на отель калифорния а похоже на вьюстону а вот на отель калифорния не похоже вообще больше на теперь у похоже чем на отель калифорния reasons for waiting неожиданный уже какой-то арт-рок с оркестром привлечена струнная группа и больше похоже на ес местами чем чем на джет ротал но джет ротал все равно остается здесь в звуке в голосе в гармонии неожиданный как всегда у андерсона и последняя песня фара того зонт мадос просто тяжелый урок тяжелый гитарный рок который на этом концерте тоже закрывает уже четвертую сторону двойного альбома закрывается книга концерт и здесь играется попури в ее стану тире for the thousand мазать две песни идут непрерывно вы ее стану какие-то наметки слышишь как вот похоже на отель калифорния потом раз не похоже начинается дикая гитарная соло и в этот хард-рок for the thousand мазать уходит все в грохоте барабанов вообще здесь здесь как положено барабанное соло длиннющие присутствует на концерте в буре флейтовое соло андерсон объем разрывает вообще все каноны игры на флейте со своим со своими прикрик прикрикиваниями присвистами придыханиями кривляниями и всем чем угодно кульбитами и кувырканиями и и прочее гитарные соло беспрерывно идут здесь у мартина бара и джон иван играет на клавишных местами какой-то авангардный джаз уже начинается с флейты в дуэте местами джон иван промахивается мимо аккордов в запале но это не портит общую картину а приносит только свежее дыхание в общем один из любимых альбомов моих и самый любимый альбом я на андерсона по его словам стендап великолепная пластинка и по звуку и по песням и по свободе и по ощущению того что у группы все впереди так и было поскольку это 69 год а сейчас у нас какой 2022 аджи тратал продолжает существовать и у него все впереди также как и у нас пойду пить вместе с вами пока